Здравствуйте, дорогие рыбы! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Советы на следующую неделю, с 7 по 13 октября. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мы начинаем! Понедельник и вторник. Луна в знаке Зодиака Стрелец в вашем 10-м доме гороскопа. Обостренное чувство справедливости может вас посетить в эти два дня. Вы будете защищать свои границы или свое мнение на работе. Может быть какая-то ситуация будет происходить в этот период, который вас не устроит. И вы не захотите остаться в стороне и, так сказать, поделиться своим мнением, своей точкой зрения. Либо вы будете свидетелем какого-то происшествия, какой-то ситуации, где произойдет несправедливость и захотите кого-то защитить. Может проиграться и так. Луна в Стрельце. Вообще, когда Луна в этом знаке Зодиака, мы оптимистично настроены. Мы готовы браться за все дела сразу. Мы начинаем верить в свои силы, в свои возможности. Мы можем брать на себя сверхответственность. Выходить на дополнительные подработки. Выходить на вторую работу, на третью работу. Вот словно в нас какая-то сила загорается. Поэтому я советую все-таки рыбкам ответственно подойти к этому состоянию и все-таки проанализировать. Можете вы сейчас действительно браться за все и сразу? Или все-таки силы не такие безграничные? Десятый дом гороскопа – это еще и структуры, которые относятся к власти. Может быть, вы планировали посетить какие-то кабинеты, встретиться с чиновниками, взять какие-то документы или донести какие-то документы в государственные структуры. Вот эти два дня для этого замечательно подходят. Десятый дом гороскопа символизирует вашего отца или человека, который заменяет вам его в жизни. С ним, возможно, будут какие-то встречи, переговоры. Может быть, вы будете что-то подписывать со своим отцом. Или вы обратитесь к своему отцу или к отчему, чтобы взять какие-то документы, какие-то дипломы. Может быть, документы находятся у ваших родителей и придется за ними ехать в отчий дом. Может и так проиграться луна в стрельце. Три дня подряд. Среда, четверг и пятница. Луна в знаке зодиака Козирог в вашем 11-м доме гороскопа. А когда луна в этом знаке зодиака, у нас повышается чувство ответственности, чувство долга, что мы должны это сделать, мы должны помочь. А 11-й дом отвечает за ваших друзей, единомышленников, коллег. Может быть, кто-то вас попросит о помощи в эти три дня, о просьбе какой-то. Позвонит, напишет ваш близкий друг или ваша близкая подруга и попросит вашего участия в каком-то деле. И вот когда луна в Козироге, вы почувствуете, что да, я помогу, я не останусь в стороне. Затем 11-й дом гороскопа это дом планов, вашей мечты, ваших надежд на будущее. Вообще это дом будущего. А когда луна в знаке зодиака Козирог, мы можем видеть четко, увидеть, какие препятствия у нас возникают на пути, чтобы достичь желаемого. То есть в эти три дня вы можете понять, что вам мешает, чтобы ваша мечта сбылась. Или чтобы сделать шаг вперед, для получения каких-то результатов, для того, чтобы цель ваша была достигнута. Вот какие-то препятствия, какие-то ограничения вы можете почувствовать и увидеть. Может быть, раньше они не попадали вам под внимание, а сейчас вы это увидите четко. 11-й дом гороскопа это дом перемен и свободы. В течение этих трех дней вы можете почувствовать, что вам нужны какие-то перемены, нужно что-то изменить в жизни. И одновременно с этим вы будете чувствовать груз ответственности. Луна в Козироге будет это усиливать. То есть я могу изменить свою жизнь, я хочу изменить что-то, какие-то перемены мне нужны, но сейчас на мне какая-то ответственность за кого-то или за что-то. То есть вы можете и так себя почувствовать в эти три дня. Что-то хочется изменить, но сейчас не время. Может так проиграться Луна в Козироге. Еще вы можете почувствовать одиночество в эти три дня, как будто вас никто не понимает, или как будто вы одни справляетесь с какой-то задачей, с какой-то проблемой. Ни в коем случае не впадайте в депрессию, дорогие рыбки. Ни в коем случае не накручивайте себя, что вы одни и не существует больше людей, которые не переживают так же, как вы. Старайтесь позитивно мыслить в эти три дня и окружите себя близкими людьми, которые вас любят и принимают такими, какие вы есть. В субботу и воскресенье Луна переходит в знак Зодиака Водолей, в ваш 12-й дом гороскопа. Это хорошее время, чтобы встретиться со своими старыми друзьями, приехать в гости, что-то обсудить, что-то решить. Позвоните им, напишите своим старым знакомым, может быть, это будут одноклассники, может быть, это будут бывшие коллеги, с которыми у вас хорошие взаимоотношения, хорошие. И встретитесь с ними, пообщайтесь, проведите с ними несколько часов или даже вечер. 12-й дом гороскопа отвечает за завершение каких-то процессов в нашей жизни, за завершение какой-то задачи, какой-то проблемы. Если вы хотели поставить в чем-то точку, в субботу и воскресенье идеально для этого подходят, дорогие рыбки. Вы будете сконцентрированы над какой-то определенной задачей и сможете понять, решить ее сейчас или отложить на потом. Я советую решить ее сразу. Также 12-й дом гороскопа – это время, когда нужно избавляться от всего ненужного. Это может быть старая техника, которая не работает, можете ее утилизировать в эти выходные. Или раздать вещи, которые вы не носите, на благотворительность, к примеру. Или переставить мебель. Или продать свою старую мебель для того, чтобы пространство свое очистить. И чтобы что-то новое к вам в жизнь пришло. Если вы планировали какую-то такую уборку, то займитесь этой уборкой либо в субботу, либо в воскресенье. Затем 12-й дом отвечает за тайны и за секреты. Возможно, кто-то из вас что-то разболтает о себе или о каких-то планах своих. К друзьям, близким, родным, детям. Вот какой-то секрет или какую-то тайну вы можете раскрыть. Либо про вас кто-то что-то узнает. Или может проиграться и так, что вы про кого-то что-то узнаете. Чей-то секрет, чью-то тайну из близкого окружения. И также 12-й дом – это дом психоанализа. Это дом психологии нашего внутреннего мира. Может быть, кто-то из вас планировал посещение психолога, кабинетов психолога. Это хорошее для этого время. Взять консультацию или как-то решить вопросы самостоятельно. То есть купить соответствующую литературу, что-то прочитать, что-то узнать. Либо если вы работаете психологом или человеком, который помогает людям с ментальным здоровьем, к вам могут прийти клиенты в эти выходные дни. Будьте открыты и готовы к тому, чтобы протянуть руку помощь. У вас все получится. В воскресенье планета Меркурий переходит знак Зодиака Скорпион в ваш 9-й дом гороскопа. И останется там до 1-го ноября. Планета Меркурий отвечает за знания. А 9-й дом символизирует высшее образование. Это хорошее время, чтобы поступить в институт Драги Рыбки. Или повысить квалификацию, пройти какие-то курсы. Сдать экзамены, сдать какие-то нормативы. Все, что может вам помочь вырасти в знаниях. Все, что может вам помочь изменить свою жизнь. Может быть, вы будете планировать изучение новой профессии. Это хорошее для этого время. Вы можете найти и хороший институт, и прекрасных преподавателей. Самое главное не сидеть на месте, а действовать, дорогие рыбки. 9-й дом гороскопа отвечает еще и за изучение языка. Может быть, вы будете брать уроки у какого-то репетитора, изучать новый язык. Или вы будете обучать кого-то языку. Может быть, вы в роли репетитора будете выступать. Это хорошее время для того, чтобы предлагать свои услуги. Планета Меркурий отвечает за продажу, за купли-продажи, за сделки. Может быть, действительно, вы уже на таком уровне знаний находитесь, что пора свои знания, так сказать, внедрять в массы и зарабатывать на этом. Подумайте об этом, дорогие рыбки. Также 9-й дом гороскопа – это юридические дела. Может быть, кто-то из вас будет устанавливать контакты, общаться с людьми, которые знают все про букву закона. Это могут быть юристы, это могут быть адвокаты. Вот в этой сфере тоже вы сможете наладить какие-то связи. Меркурий отвечает за это. 9-й дом – это все, что связано с путешествиями и с переездом. Может быть, вы будете общаться с человеком из другой страны и устанавливать с ним контакт для того, чтобы переехать потом в эту страну. Может быть, вы будете снимать жилье и удаленно будете искать человека, который может вам сдать это жилье. Либо вы будете бронировать что-то в этот период. Какую-то квартиру, какой-то отель. Опять же, за границей. 9-й дом отвечает за границу. Либо вы будете, наоборот, принимающей стороной. Может быть, к вам кто-то из другой страны приедет в гости. Или вы будете сдавать жилье человеку из другой страны, иностранцу. В любом случае, дорогие рыбки, планета Меркурия – это планета связей, коммуникаций, общения, обучения. Если вы хотели с кем-то договориться или, наконец-то, пройти обучение, что-то новое узнать, то этот период идеально для этого подходит. Дерзайте! Дорогие рыбки, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и подписываться на телеграм-канал. Ссылка под этим видео. В телеграм-канале я публикую анонсы, связанные с будущими прогнозами. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь. Желаю вам крепкого здоровья, любви и удачи, дорогие рыбки. Вы справитесь со всеми проблемами. Самое главное – сохранять внутренний баланс, знать, к чему вы стремитесь и немного заправить это все позитивным мышлением. И тогда точно добьетесь всего, чего захотите. Всем до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok